Ариару, мой маленький ливидитель, покушать, и мы продолжаем играть в такую увлекательную игру, как Kerbal Space Program. Так, нам нужно приземлиться на минусе, хорошо. Посмотрим еще задания. В общем, наша сейчас миссия, это полететь непосредственно на минус, и вернуть оттуда научные данные. Также, ну, в принципе, у нас есть возможность испытать нашу ступень, возвращающуюся, которая способна будет вернуться с орбиты самостоятельно, без их лишних заморочек, поэтому давайте ей воспользуемся мы. Выполняю программу запуска ракеты на орбиту Шортана. Отстыковка возвращаемого модуля. Все, мы достигли примерно требуемых высот, то есть на сапогеле сотня, перегеле наш 80, и теперь мы подключаемся на нашу вторую ступень, ставим ретрогрейт, то есть против движения, и пытаемся ее посадить. Без топлива, без всего. Да, замечательно. Выполняю автоматическую посадку модуля. Внимание, угол падения слишком низкий, вероятны повреждения. Внимание, вероятное приземление на воду. Да, замечательно, у нас двиганая оторвала нахрен. Выпускаем тормозные парашюты, я сказал. И выпускаем еще дополнительные. Теперь мы должны приводниться. Наша скорость 5 метров в секунду, она в принципе хватает. Из-за того, что нас отрывают дреганы, надо будет поставить какие-нибудь топливные элементы, то есть, которые защищают нас от перегрева. Ну, по большей части, наша ступень, первая, она вернулась на орбиту, это уже не даже замечательно. Главное, чтобы ты сейчас не разъебалась. Из-за разбалансировки ракета получила фатальные повреждения. Рекомендую в будущем сохранить топливо мальца для корректировки места посадки. Выполняю маневр выхода на орбиту Минмуса. Может, начнешь лететь уже? Спасибо. Внимание, сбой в системе, отсутствие связи с центром свяжения. Сближение в автоматическом режиме невозможно, мучайся сам, у шлепок. Только проблема в том, что у нас связи вообще никакой нет. Думаю, если развернуть антенну, нам это слабо поможет. Но в случае чего, даже мы САС не можем воспользоваться. Ладно, посмотрим, что можно делать. Симферизируем. Хотя, учитывая то, что мы в космическом аппарате, импровизация тут не очень поможет. В процессе миссии мы достигли высокой орбиты Минмуса, где собрали все возможные данные с помощью имеющихся у нас приборов. После орбиты была скорректирована до малой орбиты, где также собирались научные данные. Типа давление, температура, поведение, жижи научной инстанции. Если бы доклады были хоть чуть-чуть интересны, я бы о них поведал. А поскольку эти действия радовали только нашего ученого, их пришлось немножечко сократить. Внимание! Посадочный протокол невозможен, недостаточно данных. Что-то мне не нравится то, что мы на возвыженность начинаем приземляться. Немножко перелетев, на самом деле у нас запас Дальтвеба огромнейший просто. Мы сможем собрать научные данные не только на одном биоминмуса, а еще на некоторых. Ну и после приземления продолжается сбор научных данных, восстановление экспериментов и прочие вещи, интересные только кербалам. Хочется уточнить, что я не отсылаю данные на кербин, хотя мог бы, а собираю их в хранилище, позже узнаете зачем. Как мы можем видеть, тут у нас атмосфера очень хорошая, позволяет нам делать большие погрешности во всем. Поэтому мы вернемся даже с большим запасом Дальтв. По сути нам делать здесь больше нечего на минусе. Все, что мы могли сделать ученым, по крайней мере на этой локации, мы могли сделать. Сейчас мы должны немножко стартануть, и стартануть примерно от слова совсем немножко, и желательно вот в эту область примерно. Даже еще можно покруче сделать, чтобы приземлиться уже в другом биоме. Сейчас мы перестанем летать, и будем считать то, что мы применялись на другом месте. Сбрасываем эксперименты, делаем все то же самое, что делали в том биоме, только получаем за это еще на очки науки. Замечательно. Замечательно, мы сохраняем сюда все данные наши. По факту все. То есть наша миссия на минус можно считать завершенной. Прежде чем улететь с минуса, я решил посмотреть, какие еще задания у нас появились. Может быть, одновременно мы сможем убить двух зайцев. В принципе, вот задание хорошее, следовать Кервин. А, на орбите Кервина стыковка окей. На поверхности минуса вот еще задание. Давайте сейчас займемся тем, что выполним те задания, которые у нас есть, а именно установим флаг и передадим какие-нибудь научные данные с планеты. Так, мы должны сейчас установить флаг. Так, да, замечательно, мы выполнили задание. Теперь мы, давайте, доложите об обстановке и попробуем это передать. А, мы не можем это передать. Посмотреть данные и передать их. Да, замечательно, мы еще выполнили. Все, замечательно. Теперь точно никаких данных у нас не осталось. У нас все панели свернуты. Давайте еще уберем антенны, которые здесь есть. Выходим снова нашей очень любимой ученой. Дальше мы отстыковываем наши научные приборы, потому что они нам более не нужны. Эта штука, она остается у нас здесь на Муне. Может быть, когда-нибудь она кому-нибудь понадобится. Ну, а мы сейчас делаем орбиту. Выполняю протокол выхода на орбиту. Пробуем сейчас сделать сближение с кораблем, который у нас есть на минусе. А именно с вот этим вот, Муна-2. Выполняю протокол космического маневра выхода на орбиту Муны. Внимание! Возможно ошибки в расчетах из-за несовершенства протокола. Все, замечательно, мы как-то... Я не знаю, как это получилось, я не знаю... Ну, ребят, не спрашивайте. Просто так получилось, и типа, мы должны перететься с Муной. Точнее, наши расчеты говорят то, что мы должны перететься с Муной. Во! О, замечательно! Мы даже на нее не падаем! Еу! Устанавливаем мы цель. Я не понял, как так получилось, но, короче... Он решил нас выкинуть резко. Давайте мы на орбите Муны зафиксируемся. То, что мы тут есть. А потом уже будем стыковаться дальше. Да еще проблема. Наша станция направлена в противоположную сторону от того, что нам нужно, поэтому, блин, это обидно, на самом деле.